Итак, Ольга усмиряет древлян, укрепляет свою власть и показывает, что против князей восставать нельзя. Но помимо всего прочего, она делает правильные выводы. А именно она проводит административную реформу, понимая, что система полюдия себя изжила, и она как минимум небезопасна. Вместо кругового объезда своих территорий, то есть полюдия, появляется повоз, когда устанавливаются точки сбора дани, погосты, и в определенное время представители разных земель сами должны были привозить дань на эти точки. Размер дани назывался уроком. Получалось, что князь с дружиной больше не должны были объезжать все земли и могли просто забирать дань с этих погостов. А потом и вовсе дань с погостов стали забирать администраторы князя. Кроме того, Ольга известна также тем, что первая из высокопоставленных лиц княжеского двора приняла христианство и сделала это в 957 году. Ее крестили в Константинополе под именем Елена, а ее крестным отцом стал сам византийский император. На тот момент из-за тесных контактов с Византией многие представители знати принимали христианство. Но в целом Русь, конечно, продолжала быть языческой. Нужно отметить, что Ольга продолжала заниматься делами Киева, даже когда ее сын Святослав повзрослел и стал князем. Например, в 968 году, когда Ольга была уже пожилой женщиной, она руководила обороной Киева от печенегов. Во многом это было связано с тем, что Святославу внутренние дела управления были просто неинтересны.